Я сейчас даю слово к тем, кто хочет выполнить заявки после выбора. Я даю слово к представителям Российской Федерации. Мы согласны с тем, что обстановка в этом государстве африканского рога остается турбулентной. Активно участвовали в работе по инвентаризации и разъяснению положений сомалийского оружейного эмбарго. Надеемся, что это и другие предусмотренные резолюции и меры будут способствовать нормализации ситуации и купированию террористической угрозы, исходящие прежде всего со стороны Аш-Шабаб. В то же время мы по-прежнему сохраняем озабоченности в отношении некоторых формулировок резолюции. В частности, считаем неоправданно включение в текст документа Совета Безопасности, посвященному сомалийскому санкционному режиму, формулировок поджибути и эритреи. Хотели бы напомнить, что в прошлом году мы вместе с вами сняли рестрикции с эритреи. Ситуации в отношениях Асмеры и Джибути не представляют угрозы международному миру безопасности. Урегулирование оставшихся между этими странами вопросов находится в плоскости двусторонней дипломатии. Сожалеем также, что авторы пошли на перегрузку документа поручениями по право человеческой тематике. Вновь подчеркну, данные вопросы не являются прямой компетенцией ни Совета Безопасности, ни Санкционного комитета по Сомали. Для их обсуждения существует отдельный орган – Совет ООН по правам человека. Вновь призываем соблюдать разделение труда. В заключении хотелось бы выразить серьезную озабоченность в связи с искусственно созданным при подготовке резолюции цитнотом. В результате члены Совета были поставлены в сложное положение. Вынуждены были согласовывать этот важный документ в авральном режиме. Это при том, что он претерпел серьезные субстантивные изменения по сравнению с текстом прошлого года. Нашей делегацией были предприняты все усилия, чтобы спасти ситуацию и сохранить консенсусную поддержку этого документа, столь необходимую нашим сомалийским друзьям. Очень жаль, что к нашим предложениям не прислушались. Рассчитываем, что нашими британскими коллегами будут сделаны соответствующие выводы, и подобная ситуация более не повторится. Благодарю за внимание. Продолжение следует...